Девятнадцатого сентября 2005 года в 20-ю больницу Москвы поступил пациент. И все сразу поняли, он особенный. Вик палата, охрана, на консилиум вызвали лучших врачей. И хоть имя больного держалось в секрете, по коридорам быстро разнеслось. В палате для безнадежных продюсер Билана, тот самый Юрий Айзеншпис. В то утро я понял, что все. Я не знаю как, но там у дверей кровавый след. Видно, он полз. Видно, он надеялся достучаться. Его друзья из-под земли были готовы достать лекарства, аппаратуру, деньги. Но врачи только разводили руками. У Айзеншписа инфаркт. Шансы выжить один к миллиону. Я спрашиваю врача. Шансы есть, он мне бодрым голосом говорит. Нет. Ну, еще часика два-три. Тогда каким-то чудом его сердце удалось завести. Никто и подумать не мог, что этот смертельный больной с ног до головы, увешанный капельницами и трубками, очнется и тут же станет командовать. Срочно найдите мне телевизор и телефон. Принесли телевизор. Какое время? 16.30. О, включай. Что? Билана клип будет премьером. В одной руке пульт, в другой мобильник. Первый звонок тому, чей семизначный номер продюсер и без записной книжки знал наизусть. Дима, я в больнице, все в порядке, не приезжай. И Билан не приедет. Но, судя по его голосу, всегда можно было понять, что да нет, в принципе, никакими опасностями в Утоне не пахнет. И я, в общем, вечером не поехал. Ему давали пару часов, но он протянул двое суток. И даже в день своей смерти он не просил, а требовал у врачей. Сделайте что-то, я должен быть на вручении премии. Билану в тот день должны были дать престижную статуэтку «Певец года». Он за три часа до смерти со мной разговаривал, знаете, о чем? О Диме Билане. Дадут ему премию или не дадут? До награждения Димы Билана он не дожил всего несколько часов. У продюсера, которого все за глаза называли «железным», сердце оказалось простым, человеческим. Хочу вам сказать, полет просто удался на славу. Особенно последние шесть минут. Каждый день в небе, а он все никак не может привыкнуть к жесткой посадке. Для этой звезды страшнее турбулентности разве только пустой зал. Каждый раз думаешь, ну вот, наверное, это как раз тот самый случай, когда вот уже все, это должно случиться. Он давно прописался в хит-парадах, но, кажется, и сам до сих пор не верит, что вчерашний «Мальчик из Нальчика» сегодня номер один. Ой, я где-то по радио играю. Что это за радио? Прикольно. Последние лет пять в его жизни меняются только названия городов. Вчера то же самое, кажется, было в Самаре. Сегодня, говорят, это Ижевск, цветы, лимузин, в гостинице люкс. В общем, обычные звездные будни. Опа! Я хотела бы получить автограф сюда. Можно? Прямо сюда? Да, ну давай, расписывайся. За эту футболку теперь любая поклонница Дима Билана готова будет полжизни отдать. А кто вылепил из Билана звезду, всем этим Олям, Маринам и Таням, неважно. На вопрос, кто такой Азинчпис, можно получить и такой вот ответ. Дяденька с труднопроизносимой фамилией. Вас еще не хватало. Ну, заходите, раз пришли. 2002-й. Накануне Нового года журналисты напросились к Азинчпису домой. Что вы пришли помогать? Наверное, царить, обжирать продюсера. А у вас есть конфеты, Юрий Шмидович? Конфеты есть, все есть. Ну, давайте, давайте. В центре внимания светской хроники Дуров, Зудин и Нерушенко. Романтический босс-бенд «Динамит». А этого парня, сиротливого, сидящего где-то в углу, камера как будто не видит. Для зрителей он пока просто какой-то там протеже Азинчписа. Дима Билан. Похож на обман? Это я. Привет. Только однажды за всю съемку он набрался смелости и взял в руки микрофон. Мы сейчас для вас поем новогоднюю песенку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Нет еще той уверенности в голосе, вечно кепке, за которой он будет прятаться от поклонников, и знаменитых всему миру прыжков. Юрий Азинчпис работает с ним только полгода и, кажется, сам еще сомневается, а на того ли поставил. Его смущало, а, кавказское происхождение Билана. Я не знаю, говорил ли он об этом Билану, но у нас были длительные разговоры. Я говорю, а как он выглядит? Он говорит, ну честно говоря, учитывая, какая сегодня эстрада, он выглядит не очень хорошо. На самом деле этого тандема могло бы не быть, если бы Билан не взял Азинчпис с Измором. 99-й, пока он не Дима, а Витя, и не Билан, а Бела. Из провинциального города Майский, что в Кабардино-Балкарии, он только что перебрался в Москву. Поступил в Гнесинку и тихо мечтал о славе. Я назывался Димой, когда приехал в Москву, когда подумал, что новое время – это новая жизнь. На тусовке, где можно было застать продюсера, Билан ходил как на работу. Но только через два года ему повезло. На презентации он встретил самого. Знакомился с ним, пел, что-то там, приплясывал. В общем, в какой-то степени был даже, может быть, каким-то таким посмешищем. Ну вот, но мне было все равно, потому что я, знаете, когда человек чем-то фанатеет, сходит с ума, ему совершенно не важно, что о нем подумает и что скажет. Чтобы навязчивый парень наконец-то перестал мятешить, известный продюсер сунул ему в руки Витякову. Ему и в голову не могло прийти, что этот нахальный тип будет звонить ему каждый день. Тут даже железному Азиншпису было проще пригласить его на прослушивание. Азиншпис уже болел. А если ты не отдаешь себе отчет, что тебе времени отмерено мало, и ты парню пообещаешь сделать, и бросишь на полпути, он не мог себя простить, потому что он был перфекционист. Остается только гадать, что тогда его зацепило. Голос, напор, а может и сочувствие, которое вызывал Билан. Этот худой, несуразный пацан чем-то напоминал ему себя. Мальчишку из послевоенного детства, у которого тоже была мечта когда-нибудь стать номер ван. Те слова, что ты сказала, словно камни, бросив мне. Ни за что б не написала, и в прощальном ты письме. Зачем словами больно бьешь, и так ты уйдешь. Ты свободна вполне, и не надо в войне. Мне хватит их взглядов. Ты должна рядом быть, ты должна все простить. Выбрала ты пустые мечты. Пусть и нечаянно стала отчаянье наша любовь. Жизни не все так просто. Я люблю или ревную, Но спасая и губя. Ад мы сделали вручную, Только сами для себя. Я в леденом горю в огне, Боль и холод это мне. А ты свободна вполне, Пойми, не надо в войне. Мне хватит их взглядов. Ты должна рядом быть, Ты должна все простить. Выбрала ты пустые мечты. Пусть и нечаянно стала отчаянье наша любовь. Пусть и нечаянно стала отчаянье наша любовь. Пусть и нечаянно стала отчаянье наша любовь. Жизни не все так просто. Пусть и нечаянно стала отчаянье наша любовь. Жизни не все так просто. Юрий Шмидович умел со всеми наговорить. Директор Лужников и музыкальный продюсер С самого детства были друзьями «Не разлей вода». В пять лет Алешин и Азиньшпис вместе лазили по чужим огородам, Всем поступили в одну школу, А в десять пришли на стадион. Его сын всегда нагло в детстве. Но и образ этого мальчика не впечатлял, Для того, чтобы совершать какие-то поступки, Связанные с подвигами ребят. Тогда Азиньшпис поставил свой личный рекорд. Всего за полгода заработал второй юношеский разряд по легкой атлетике. Он наверняка получил бы и первый, Если бы не травма ноги. И спорта пришлось уйти навсегда. Но вот куда, об этом он не рассказывал даже своему лучшему другу. У него появлялись ботинки. Вот с американского производства, Ярко-желтого цвета. И мы когда у Юрия спрашивали, Юра, а где это? Он вот в комиссионном магазине, значит, купил. Ботинки на манной каше, гавайская рубаха, джинсы-клёш. В Советском Союзе такой прикид можно было купить только в берёзке и только за доллары. А у этого Азиньшписа были и джинсы, сразу пять пар, и валюта какая угодно. Алёшин и не догадывался. Его друг детства не просто стиляга Юрка, А известный на всю Москву спекулянт и фарцовщик по прозвищу Шпиц. Мы даже не знали тогда, что это такое. А он же тогда был. С деньгами. По тем временам это уже были большие деньги. На него уже тогда косо поглядывали соседи. Родители, скромные люди, живут на одну зарплату, а сын ведёт себя как настоящий мажор. Ходит по ресторанам, в булочную ездит на такси, слушает одну иностранщину. Они ещё не знали. Азиншпис уже сколотил свою первую группу. Советскую версию Битлз. Фильм, фильм, фильм. Ну, как получится, не знаю. Фильм, фильм, фильм. В 68-м этот фильм-фильм-фильм звучал и почище, и позвонче. Сегодня им за 60. У каждого свой бизнес, но они до сих пор помнят, как в школьном подвале играли запретный рок. А Юрка предложил им устроить настоящий подпольный концерт и даже придумал название группе «Сокол». Юрка, кстати, с нами ездил, там, как радиомеханик. Ну, чисто он у нас радио, тем самым. А так было как администратор. Администратор, радиотехник, импресарио, как только не называли его за 30 лет. В 90-е Азиншпис сам будет смеяться. Его профессия существует давно, а название ей придумали только недавно. Я начал этим делом заниматься еще в 1965 году, когда вместе со своими друзьями организовал первую отечественную рок-группу. Концерт группы «Сокол» – почти партизанская операция. Втихаря арендуется зал, ночью завозится аппаратура, билеты продаются только через своих и по 4 рубля за штуку. Дело было как. Они нам давали пачку билетов, вот в зале 700 мест. Мы их делили на всех и по друзьям раздавали пачку. Возможно, подпольные концерты и стали последней каплей. У начальника района милиции давно лежало дело на фарцовщика-спекулянта Юрку Шпица. 7 января 70-го года в его дверь позвонили. Случайными покупателями валюты были сотрудники ОПХСС. И вот так же я за дверью стояла и смотрела, кто на лестничной клетке здесь. Сестре Азиншписа Фаине было всего 12 лет, но запомнила она на всю жизнь и брата в наручниках, и оба в квартире, и под завязку набитый деньгами старый матрас. Когда сотня считалась почти невероятной зарплатой, у Азиншписа нашли 500 тысяч рублей. У меня это шоком было, потому что когда говорили лиры, там начали считать там тысячи, 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 а лиры-то она не в елке. На суде Азиншпис радовался, когда ему вынесли приговор. Всего 10 лет, а могли бы поставить их стенки. Потом у него будет еще один срок и еще. В тюрьмах он проведет 17 лет и 8 месяцев, почти треть своей жизни. Но в кабинете у следователей всегда будет говорить одно и то же. Не виноватый я. Я думаю, что состав моего преступления не соизмерим к тому наказанию, которое мне назначили. Желание заработать и жить как люди настоящие, это нормальное желание. Своего уголовного прошлого Азиншпис никогда не стеснялся, а при знакомстве с Мазаевым даже представился. Продюсер-рецидивист. Правда, музыканта морального кодекса и в голову не приходило когда-нибудь назвать шпица уголовником. Им он всегда казался таким романтическим героем в духе совковых 70-х. У меня папа сидел в тюрьме, вообще полстраны сидел, как был анекдот. Знаете, он же сидел не за то, что он кого-то убил или ограбил, отнял вещи. Он был бизнесменом по духу. Слышишь пропила двенадцать часов? Лучше все двери закрыть на засов. Крепко уснула родная страна, Что ж ты так поздно бродишь от нас? Может, поедем ко мне заодно? Выпьем, покурим, посмотрим кино? Ну, моя крошка, давай не тяни На две копейки домой позвони До свидания, мама, до свидания, мама До свидания, мама, до свидания, мама Как хорошо, что тебя я нашел Знаешь, я тоже от мамы ушёл Ты в свои годы должна уже знать Каждому нужно однажды сказать До свидания, мама, до свидания, мама До свидания, мама, до свидания, мама Субтитры создавал DimaTorzok До свидания, мама, до свидания, мама До свидания, мама, до свидания, мама До свидания, мама! До свидания, мама! До свидания, мама! Продюсер отмотал 7 лет от звонка до звонка. Контингент строгача, как и 30 лет назад, сплошь убийцы-дорецидивисты. Но тогда в числе особо опасных преступников были еще и валютчики, такие как Айзеншпис. Четвертый сектор, отряд номер один. В отряде находятся осужденные у нас под обслуживание, правильно, да? В этой колонии он мотал свой второй срок. Проходим в жилую секцию. Здесь они отдыхают. Кровать у нас заправлено по белому конвертику. Возок свежий. Валючий критцидивист сразу выбил себе самую блатную шконку у батареи. Они обычно в ближнем уголочек, трудные, где потуплены. Борис Кочетков сегодня скромный пенсионер, а тогда в 77-м гражданин-начальник. Ну что, пролируйте. В отряде Айзеншпис он был надзирателем и сразу подметил. Все зэки, как зэки, выглядят по уставу, а этот Айзеншпис какой-то мажор. У всех телогреки обычные, у него с воротничком. Все ходят в жестких кирзачах, а Айзеншпис в сапогах из мягкой телячьей кожи. Была у него возможность приодеться, так будем говорить. В музее колонии карточку осужденного Айзеншписа сейчас как реликвию хранят под стеклом. Айзеншпис Юрий Шмильевич, 1945 года рождения. Был арестован 2 августа 1977 года. Характер преступления – нарушение правил о валютных операциях. Статья 88, часть 2 Российской Федерации. А на фабрике образцового уголовника до сих пор всем в пример ставят. В 70-е он сделал этот цех почти что стахановским. План к прием делали за 7 дней. До него еле успевали за месяц. Айзеншпис был мастером раскроенного цеха лесобиржи. У него хорошие организаторские способности. Хорошие отзывы об этом человеке, очень интересная личность. Через полгода Айзеншпису выделили личный кабинет. В этом кабинете Юрий Айзеншпис принимал осужденных. Вот его место. Тогда же он предложил ноу-хау. Зачем копить и сжигать опилки, если их можно продать? Изобретением осужденного колония пользуется до сих пор. А в 77-м ему выдали премию 100 рублей. Почетную грамоту от Министерства внутренних дел. И главный бонус – свидание максимальной продолжительности. Это вот комната свидания. Осужденным представляется длительная на трое суток и краткосрочные 4 часа. На зону родители возили ему баулы с книгами, одеждой, едой. Но его-то интересовало совсем другое. А что там на воле? Поют. И вот в терме, в этой мордовской мы сидим. И он говорит, спой чего-нибудь. Вот его вместе с ним чего-то там подпевали. Эти «Белые розы» – первый перестроечный хит пели даже в Бутырке, где Азеншпис сидел в третий раз и ждал очередного суда. Тогда ему повезло. В стране объявили амнистию. Полицзаключенные, валютчики и спекулянты наконец-то смогли свободно вздохнуть. Дорогие соотечественники, счастья вам, мира и благополучия. Скоро валютные махинации станут валютными операциями. Но Азеншписа тогда уже не интересовали ни валюта, ни форца. Из Бутырки он вышел, точно зная, что будет делать. Открыв эту дверь, поднялся на второй этаж и, естественно, подошел к моей квартире. Для продюсера «Ласкового май» Андрея Разина до сих пор загадка, как Азеншпис узнал его адрес, сидя в тюрьме. Спасаясь от поклонников, он как перчатки менял квартиры, телохранители ходили за ним по пятам, пройти через кордон охраны было почти нереально. Но Азеншпису это удалось. Человек, который отсидел 17 лет и свободно попал ко мне в квартиру, я был настолько обалдевший, что как могли пропустить. Он навсегда запомнил речь, которую прямо с порога выдал ему этот уголовник. Шоу-бизнес находится только в ваших руках, поэтому я пришел к вам трудоустроиться на работу. Великий комбинатор Азен поступок Азеншпис оценил, но на работу не взял. Уж больно шустрым показался ему этот малый. Кто-то Шмелевич, ты не знаешь? Балбес на Шмелевич, ты понимаешь? Для легендарного рокера легендарный продюсер – просто Шмелевич и просто балбес. Их дороги пресеклись летом 89-го. Намина организовывал первый в Советском Союзе рок-фестиваль, и рабочие руки ему были нужны как воздух. Пришел и попросил меня взять на работу, потому что ему одеваться некуда. Ну, я его взял на работу администратором. В команде Намина таких администраторов было человек 30. Но только Азеншпису пришло в голову не расклеивать, а продавать афиши с изображением Ози Осборна и Мотли Крю. И выяснилось, что он украл там какое-то огромное количество афиш на 4 тысячи долларов. Я его зову, говорю, Юра, зачем же ты его крал, афиш? Он говорит, я не крал. Я зову тех, кто поймал его, и говорю, вот смотри документы. Он говорит, я столько сидел, я не могу не красить. Сотрудничество как-то не пошло. Зато благодаря Намину Азеншпис узнал, что есть такая группа кино, и то, что Виктор Цой ищет себе директора. Мы очень хотели, конечно, туда поехать с концертом. До Азеншписа песни группы кино слушали только рокеры. При нем имя Виктора Цоя узнала вся страна. Над Цоем и над кино он ворковал, как мать над первым ребенком. То есть еще чуть ли не носил их в детской коляске. После кино Азеншпис навсегда станет уважаемым Юрием Шмилевичем. Он сам будет решать, в кого вкладывать деньги и кто станет его новой звездой. Но тогда все было с точностью до наоборот. Это Азеншпис на работу устраивался в группу кино. Не он их брал, а он устраивался к ним на работу. Всего через год группа кино на первых строчках хит-парадов. Их альбомы раскупаются миллионными тиражами. Музыканты дают по два концерта в день. А новый директор Азеншпис ни на секунду не расстается с видеокамерой. Он, как чувствует, даже эти кадры, снятые его неумелой рукой, когда-нибудь станут историей. Первый гастрольный тур кино по Сибири. Азеншпис и здесь снимает все подряд. Вид из окна на священный Байкал. Сград сюда, пожалуйста, быстренько, раз, сюда, 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 сюда. Репетицию перед концертом. Попробуй сказать песня на дна. И, конечно же, Цоя. Резкие панорамы. Пиши, так не меня. А это уже совсем неформальная съемка. Весь состав группы кино застукали в местной бане. Азеншпис буквально на секунду потерял бдительность и тут же сам попался в кадр. Пожалуй, его больше нигде не видели таким своим вдоску парнем, который может и крепко выпить, и от души посмеяться, а если что, и по матушке приложить. В этом тандеме потом долго будут говорить заклятые друзья Азеншписа. Мол, что общего могло быть у рок-музыканта и бывшего зэка? Вроде не коллеги и не друзья, но за два года совместной работы ни одной ссоры. Но разве у звезды и продюсера может быть так? Он никогда не был их продюсером. Он был у них администратором и обслуживающим персоналом. Бурьянова и Цоя боялся. А для остальных он был, в общем-то, папой Карлой, который выстругивал эти воротины. Мы вышли из дома, когда во всех окна погасли одни, один за одни. Мы видели, как уезжает последний трамвай. Есть-то такси, но нам нечем платить. И нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить. И нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас в гостях продюсер Юрий Изеншпиц. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом он будет часто рассказывать об этом в телепрограммах. Ведь именно на ЦОИ Изеншпиц совершенствует свой главный продюсерский рецепт, как из любого шоу сделать бизнес. Технология, которую разработал я с производства звезд, то она, конечно, предусматривает рекламные акции, пиарские. Он уже тогда понимал, чтобы стать мегазвездой, одних концертов мало. Нужно прорваться на голубой экран. ЦОИ сам себя сделал. Я ему просто помог появиться на экране телевизора. Я его первый привел на телевидение. В 89-м программа «Взгляд» – это настоящая революция на телевидении. Репортажи совсем без цензуры, а в музыкальных паузах вместо Кобзона и Пьехи выступают когда-то запрещенные рок-звезды. И из маленьких ДК сотни слушателей мы предоставили им аудиторию в 200 миллионов человек. В эфире очередной выпуск программы «Взгляд». И выгодут журналисты Александр Политковский, Владимир Мукусев. Добрый вечер. Журналист Владимир Мукусев помнит, как своими звонками его донимал Азиншпис. Говорить с редакторами об участии ЦОИ во «Взгляде» тот не хотел, требовал встречи с ведущим. Он мне не понравился. Во-первых, я все время ждал подвоха, что вот сейчас ты скажешь, старик, вот у меня тут конвертик, давай там. Тогда он быстро понял, никакого конверта не будет, Азиншпис просто одержим группой кино. И он мне сказал, что понимаете, Володя, я не продаю вам ЦОИ. У меня есть ощущение, что он по крови ваш. В итоге во «Взгляде» ЦОИ и говорил, и пел. А на следующий день телефон Азиншписа просто разрывался от звонков. ЦОИ ждали с концертами в 30 городах Союза. После передачи мы пошли пить водку. Извините. Азиншпис никогда не скрывал, если на группе «Сокол» он заработал первую тысячу рублей, то на ЦОИ поднял первый миллион долларов. Один концерт в Лужниках чего стоил? Тогда Азиншпис придумал зажечь Олимпийский огонь. Впервые после Московской Олимпиады. На этот концерт ЦОИ приехал на новеньком «Москвиче». Модную тачку ему подарил Азиншпис. Сам продюсер в это время ездил на бэушной «Девятке». Виктор любил на этом «Москвиче» сзади в банк рыдать, в «Девятке». Ну, в легкой так. А Юра, он же такой человек, который любит, что все было аккуратно, чисто, без царапинок. Это была любимая игра у ЦОИ, вот так постебаться над Юриком. Именно на том самом «Москвиче» 15 августа 90-го года Виктор ЦОИ и разбился. В гибели ЦОИ тогда обвиняли и Азиншписа, и весь отечественный автопром. Ведь если б не злополучный «Москвич», ЦОИ, может быть, и не сел бы за руль, и не оказался бы на встречке. Его будут хоронить всей страной. А после похорон Азиншпис впервые признается, в тот день, 15 августа 90-го года, он потерял не просто артиста, а друга. Я не могу промолчать о том, как я работал с Виктором ЦОИ, с этим очень необычайно одаренным человеком. И хотя, может быть, для многих он представлялся каким-то суровым, отчужденным, на самом деле он был очень тёплый. И поэтому память о нём не всегда, так сказать, светла. Тогда Азиншпис целый год сидел без работы. И варианты вроде бы были, но раскручивать кого попало он не хотел. Ведь теперь ему надо было доказать всем, он действительно музыкальный продюсер, а не только бывший директор группы кино. 91-й в мире мода на дипеш-мод, в России альтернативой хиппи-панкам и люберам появляются первые дипешисты. Они делают стрижки утюги, признают только чёрный цвет и даже летом одеваются в кожу. Тут Азиншпис почувствовал, что дело пахнет большими деньгами, в общем-то сказал, что, ребята, я вам дам больше, чем колор-экерс. Давайте ко мне. Азиншпис это как-то почувствовал сразу. Чуть-чуть дожать образ, и из технологии получатся русские дипеши. Дипеш-мод! Уж слишком откровенно похоже на дипеш-мод. Нет, это просто самое крутое направление сейчас. С приходом Азиншписа технологии без передышки чешет по стране. Я забыл ноту. Я не хал... Я... А, ну и он. Я... А, ну и он. Принимали. Особенно, когда я в короткой юбке бываю. Баклонец доводит до экстаза одно лишь появление группы. Белый лимузин, из которого выходят загадочные парни в чёрном. Вот только никто не знал, что оставалось за кадром. На самом деле, до станции спортивная, что в пяти минутах от Лужников, звёзды ехали на метро. И только здесь их забирал лимузин. Вот она лимузина стоит, как обычно. Она там же в месте. Насладиться мягкими диванами и этим запахом люкса времени не было. А ну-ка, а ну-ка. Пока лимузин стоял на светофорах, музыканты должны были соорудить прически и полностью поменять прикид. Руба Семеновича По ночам не можешь спать, По ночам привыкла слушать и ждать. Когда стихнет шум машин, Это значит пора. Ты боишься тишины, Я солдат индустриальной войны. У нас есть полчаса, Полчаса до утра. Полчаса на то, Чтобы быть вдвоём, Чтобы позабыть, Что такое дом. И ночной асфальт Скоростных дорог Променять на припрячный косок. Торопись, Торопись, Иди ко мне. Сколько раз я видел это во сне. Ты узнаешь в первый раз, Что такое рассвет. Серый город Помнит нас, И когда Пройдёт назначенный час, Он прикажет Возвратись, Только нас уже нет. Время нас не хватит, Мы уйдём туда, Где в реке течёт Чистая вода, Где зелёный лес Место чёрных труб И касание застенчивых днём. Полчаса на то, Чтобы быть вдвоём, Чтобы позабыть, Что такое дом. И ночной асфальт Скоростных дорог Променять на припрячный косок. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ По ночам не можешь спать, По ночам привыкла Слушать и ждать. По ночам не можешь спать, По ночам привыкла Слушать и ждать, И ждать, И ждать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сегодня программа Звуковая дорожка Телеверсия Постигла величайшая радость. И вот суперзвёзды из технологии уже у Гаспаряна на интервью. Ну, а ты Юрия Айзеншписа требуете повышения зарплаты? Это нужно требовать от правительства. Это объективное... Ну, платят-то вам не правительство, а Юрия Айзеншписа. На этой съемке он снова не в кадре. И только по голосу ясно. Незримый продюсер всегда где-то рядом. Все видит, все слышит. Приезжаем. Гаспарян, зачем вам даваться? Вас интересует музыка. Ну, как не интересует? Меня не интересует. Еще как интересует. Журналист звуковой дорожки, сам того не зная, встал на скользкий путь. Юра, не вмешивайся в интервью, пока мы работаем. Он не догадывался, в коллективе давно началась эта смута. Мол, мы вкалываем с утра до ночи, а деньги получает один Айзеншпис. Приезжая к нему домой, мы видели, как растет его благосостояние. Просто на глазах была куплена вторая соседняя квартира, две квартиры объединены, сделал мегаремонт. Менялись машины иномарки с бешеным количеством. Вот. Мы-то все продолжали ездить на метро. ездишь в рак на гастролях. Они расстанутся со скандалом. Сначала с продюсером. Потом перессорятся между собой. И только через 10 лет технология соберется, чтобы снова нажать на кнопку. Спасибо. Полчаса... Полчаса... Может, отдохнешь я? Вов, иди в ш... Дай мне зла расслабиться. На, зла. Вот это снимать не надо. Пропустить во время записи рюмочку другую – это не пьянки ради, только для связок. Старая поговорка, гласить без бокала, без бокала. Поговорка стала девизом, когда Азеншпис ушел. Продюсер и сам не пил, и другим не давал. При нем сухой закон был прописан в контракте. Разумеется, он был тираном. Но с теми людьми, которых вы упомянули, им их отношения быть не может. Это как штампом стало. Творческие люди, неуправляемые. А как им было управлять? Как можно было приучить людей вставать, ни свет, ни заря, и работать, если бы не Азеншпис? Тобрый день, и утро маяцое, Ты, Дубра, зеленая. Может, поэтому он так обрадовался Билану? Этот мальчишка никогда не опаздывал. Если запись назначена в 9, он в 7 сидел у двери. И он впервые столкнулся с парнем, который так устал от жизни впроголодь, и так не хотел возвращаться в голодное детство, что он готов был работать с утра вечера. Я, когда сидел в студии, он распевается, собирается весь офис, пресс-агенты, какие-то администраторы, и он поет песню, он говорит, посмотри, он 25-й раз припев пропевает. Я говорю, 25-й раз? Он говорит, да, 25-й раз. Когда Азеншпис впервые вывел Билана в свет, тусовка крутила пальцем у виска. Продюсер совсем выжил из ума, лепит звезд из газ-арбайтеров. То есть, если бы он слушал советов, он бы, в том числе моих, он бы не стал бы заниматься Билана. Потому что я тоже сказал, что это совершенно пустое место вообще. Я говорю, Юр, ну, чем это мальчик? Лучше вот 10 тысяч таких же, его еще надо отмыть, одеть и прочее. Ты уже возьми мытого. В 2002-м Азеншпис не только отмоет и оденет Билана, но и снимет ему первый клип. Вот только зрителя почему-то не зацепит этот образ романтика. Следующий клип. Он делает Билана хулигана. Длинные патлы, майка-алкоголичка, песня в стиле хип-хоп и снова мимо. Или, может быть, вы скажете, что нет, не в этом дело надоело. Он носится с Биланом, как с писаной торбой. Ищет для него песни, выставляет на конкурсы, таскает на телевидение. А толку все нет. Однажды, стоя вот здесь, в кругу людей, вдруг Азеншпис говорит, как всегда у него было, я говорю, я знаю, какую песню. Я знаю, какую песню. И он говорит, я знаю, на какую песню делать ставку. Какую? На какую песню? На берегу неба. На берегу неба. В этот клип он вложил, если не все свои деньги, то всю свою душу. Азеншпис лично искал место для съемки, сам подбирал костюмы, утверждал актрису и даже в эпизоде снялся сам. Он говорит, вот я чувствую, вот увидишь, вот я тебе даю слово. Этот парень, он взорвет весь мир, он взорвет все. И я знаю, если бы он дожил бы, конечно, именно до победы Димы на Евровидении, то это был бы совершенно другой Дима Билан и 100% гору бы денег он на нем заработал. В тусовке его так и называли фанатик. Но Юрий Азеншпис не обижался. В шутку он и сам не раз говорил, при желании и полено можно сделать звездой. Дайте мне глухого, слепого, кривого, я из него сделаю звезду. Давай! Побежали! Побежали! В этом робком парне не сразу узнаешь того самого разрушителя девичьих сердец Влада Сташевского. Что делать с актрисой, куда и как ее целовать, он и правда толком не знал. Он не актер, не певец. Его, выпускника торгового колледжа, продюсер заметил в ночном клубе. Влад Твердохлебов бренчал на гитаре какой-то шансон. Ты что, не знаешь, кто я такой? Я говорю, знаю. Я говорю, вы Юрий Шмиревич Азеншпис, а продюсер группы кино, технологии. Он, ох ты! На съемочной площадке все только пожимали плечами. Но что такого увидел в нем Азеншпис? Мало кто знал. Продюсер просто поспорил. Говорит, покажу тебе пацана. Классный. Пацан совершенно невзрачный. Он только его подвел. Я подумал, что Юрка свихнулся. Он взял гитару, что-то там мучал, шкварчал. Я ему говорю, Юра, я думаю, что это тяжелый диагноз. Эта пари предложил как раз Алибасов. Раскрутишь этого Буратино, поставлю тебе памятник. Коллеги ударили по рукам. А через две недели на сцене появился новый проект Азеншписа. С 93-го Сташевский выпускает по альбому в год. На концертах его встречают, как Майкла Джексона. В Нефтекамске, Барнауле, Баку милиция с трудом сдерживает натиск рыдающих поклонниц. С Алибасовым они снова пересеклись на премии «Шлягер-96». Тогда его нана осталась носом, а Сташевский стал певцом года. Я был восхищен, поражен, как он держался на сцене. Ну, в общем, голосочек, конечно, не поворотте. Я пробился на эту землю. Ни с какого боку повороте, конечно, из него не выходит. Я разбился за стену лести. Но все-таки он довольно выразительный был в своем диапазоне. Очень выразительный. Какая-то была там сексуальность, придыхание. Мотор! Приды, каплю! Руками, руками! Азиншпису было с ним просто. Сташевский ради него был готов и в горящую избу войти, и в ледяную воду прыгнуть. Можно я скажу два слова? Это так, для потомков. Для каких потомков? Для моих детей? Может быть. Каким, как может быть вообще? Какой вопрос? Конечно же, они будут. Ну, это так, для истории. Мне сейчас, наверное, холодно. А может быть, уже и не холодно. Я спускался в воду, которая, наверное, градусов так. Мне все-таки кажется, что она где-то гея. В кадре ему по-прежнему неуютно, но все исправит монтаж. На экране он станет роковым красавцем, страдающим от неразделенной любви. Но как такому не ответить взаимностью? Таким его и задумал. Один шпиц. Серьезно. АПЛОДИСМЕНТЫ День прошел, ночь прошла, жду тебя не в первый раз. Ты иначе не смогла, только я другой сейчас. Ты совсем не приходи, чтоб не делать больше зла. Было горе впереди, только ты меня спасла. Я не буду тебя больше ждать и надеяться рогом на чудо. Я не буду тебя больше ждать, ни за что, ни за что тебя ждать я не буду. Я всегда ценил покой и ценю его сейчас. Я теперь совсем другой, ждал тебя в последний раз. Возвратиться эхом все, ждать кого-то будешь ты. И увидишь тот же сон и любимые черты. Я не буду тебя больше ждать и надеяться рогом на чудо. Я не буду тебя больше ждать, ни за что, ни за что тебя ждать я не буду. Я не буду тебя больше ждать и надеяться рогом на чудо. Я не буду тебя больше ждать, ни за что, ни за что тебя ждать я не буду. Ни за что тебя ждать я не буду Ни за что Ни за что Ни за что Я не буду тебя больше ждать И надеяться робко на чудо Я не буду тебя больше ждать Ни за что Ни за что тебя ждать я не буду Я не буду тебя больше ждать И надеяться робко на чудо Я не буду тебя больше ждать Ни за что Ни за что тебя ждать я не буду Я не буду тебя больше ждать И надеяться робко на чудо Я не буду тебя больше ждать Ни за что, ни за что тебя ждать я не буду АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы находимся в преддверии выпуска четвертого альбома 97-й в эфире ток-шоу Азиншпи снова презентует своего протеже Сташевского И тут он впервые, кажется, удивлен Он в шутку хотел сделать его звездой, а вышло все как-то всерьез и надолго Кино, группа технологии, Влад Сташевский Я думаю, что они все достигли какой-то высокой планки Но наиболее вот долго сейчас, собственно говоря, третий-четвертый год Уже восходящий идет Влад Сташевский Для меня это тоже очень важно А через год, как будто возглазили Сташевский женился на дочери крупного бизнесмена И стал меняться на глазах Юра видел, что Сташевский уже вошел в элиту Совершенно незаслуженно Ну, вошел Стал меняться характер Он познакомился с богатыми людьми И он начал говорить, я сам спою, я сам сделаю Он говорит, ну зачем я буду разубеждать его Пусть идет Я говорю, ну посмотри сейчас, как ему шкомат Он убежал! Они разошлись без скандалов Но Шмилич при каждом удобном случае Старался уколоть своего бывшего подопечного И как не пытался он скрыть Уход Сташевского был для него ударом ниже пояса Был такой артист Он, собственно, и сейчас существует Влад Сташевский Так Вот его жизнь была полна слухов Так И даже ему завидовали многие артисты Потому что говорили, что мы не знаем, как он поет Но зато мы знаем, в каких пиджаках В каких машинах он ездит Где, в каких местах На каких курортах он отдыхает Сначала Сташевскому в одиночном плавании даже нравилось Он сам решал, что ему петь, где играть И что отвечать на вопросы журналистов Образ героя-любовника в прошлом Теперь он верный муж и образцовый зять На тот момент, когда мы с Ольгой познакомились Она была еще студенткой А я уже был состоявшимся артистом Но ровно через два года в эфире той же программы Сташевский будет рассказывать уже о разводе Это как бы так все наслаивалось, наслаивалось И могу сказать, что мы прожили почти пять лет Но последний год был уже как на вулкане Со временем старые обиды прошли Они общались, как старые друзья Но о том, чтобы снова работать вместе И разговоров не было А Зиншпису гордость не позволяла позвать беглеца назад А Сташевскому было стыдно проситься обратно Когда на тебя сваливается популярность, истерия Девушки и женщины всей страны тебя хотят Не все с этим справляются просто-напросто И все, кто-то начинает действительно свято верить самому Что в этом только лишь его заслуга Ну, крыши уезжают далеко и навсегда Теперь ему легко рассуждать А тогда от продюсера он бежал без оглядки Больше всего доставали вопросы За какие такие заслуги А Зиншпис сделал его звездой А Зиншпис, про которого ходило много слухов Что в его акватории Лучше не появляться парню смазлименькому Я утверждаю, что это клевета Будет быть другой сюжет Я не был бы так слезливо настроен Я бы, конечно, гневно Гневно и отповедал людям Которые подозревали его в тирании И гомосексуализме Как всегда ты так работаешь плохо Ну, что вас бить надо всех Сам продюсер никогда не скрывал Ему слабо работать со слабым полом Почему он не любил работать с девочками Потому что, как он говорил У девочки сегодня одно болит, завтра другое А послезавтра она забеременела Никогда он не скрывал и то, что в его прайс-листе Всегда есть эта отдельная строка Девки за бабки На фотографии трудно узнать будущую певицу Линду В 93-м сделать Свету Гейман певицей Продюсер попросил ее отец-банкир Это была буфетчица С привокзального ресторана С огромной шапкой фолос Я ему сказал Юра, это не пойдет никогда Я говорю, да, она у меня помежуточная Просто у нее есть бабло С Азиншписом они записали первую песню Сняли клип И только тогда ее разглядел Макс Фадеев Потом была певица Саша Лена Зосимова В этих коммерческих проектах женским лицом Менялись только имена девушек и количество нулей У него были провальные проекты Про которые он поняла, что они провальные Они просто тупо за деньги Вот ему говорили, вот есть деньги И вот есть там, не знаю, Катя Лень На самом деле эта фраза звучала иначе Вот деньги, вот Екатерина Чупрынина И тогда Эйзеншпис как отрезал Не пойдет, нужны стадионы Меняй срочное имя Мне сказал, Катя, ты понимаешь Должна быть всю жизнь вот Катей Не Екатериной, не Екатериной, как ты хочешь А вот молодой, близкой к народу Катя, понимаешь, до конца своих дней Огни, огни на небе, огни От Азиншписа Катя узнала Все, чему ее пять лет учили в Гнисинке Лещенко и Кобзон можно спокойно забыть В шоу-бизнесе голос не главное Кому нужен твой голос? Кому нужны твои вокальные данные Профессионализм? Да никому это не нужно А нужна коммерческая музыка За кулисами на съемочной площадке Он был как рыба в воде А дома стены душили Может быть и поэтому Азиншпису не удалось сохранить Свой главный проект Для семьи очень мало остается времени На что, так сказать, делится мой маленький сынишка Который всегда прибегает в комнату И говорит, папа, давай со мной поиграемся Я начинаю с ним играться, но в это время Звонит телефон Я вынужден, так сказать, как бы подойти к телефону А я думаю, что он мне простит С помощницей режиссера Лены Ковригиной Он познакомился на фестивале Интершанс В 89-м году Тогда все удивлялись И что она в нем нашла? Щупленький, невзрачный, говорит почти шепотом К тому же вдвое старше ее Неужели брак по расчету? Он не выглядел на свой возраст Когда мы с ним познакомились Я была удивлена потом Так, когда уже было поздно удивляться Встречи исключительно по работе Переросли в скоропостижный роман Они съехались А в 93-м, когда Азиншпису было почти 50 У него родился сын Миша Тогда железный продюсер впервые дал слабину Это было утро ранее-ранее Он говорит, ты меня поздравь У меня сын родился Тоже Миша назовем Ну и в общем так вот Чувствую, что слезу пустил Жалко, что хоть мама не дождалась На этих кадрах Азиншпис кажется по-настоящему счастлив Под Новый год он собрал дома всех своих звездных детей Но в центре внимания родной сын Миша А это Мишка Это сын нашего Любимый сын нашего любимого продюсера С Новым годом! В его квартире легко потеряться Гостиная, две ванные комнаты, личный кабинет Это мой кабинет, здесь я творю Кухня при полном фарше, но здесь он не готовит Спальня с огромной кроватью, но в ней он спит один Здесь я по утрам принимаю ванны Здесь висят порядка 50 костюмов Красиво здесь, да? С Леной Ковригиной им было тесно даже в этих хоромах Через год после рождения сына они разошлись Ей было трудно понять, почему для семьи он вечно занят А для своих артистов свободен всегда Мой выбор был всегда в пользу артиста Всегда Ты меня прощала В час, когда я уходил В провинциальном парне Лёше Фогине Продюсер сразу разгляделся к символу крутых нулевых Настоящий мачо, роковой соблазнитель Такому не откажет никто А формат не формат Об этом один шпиц и не думал Так, Саш, ну ты должен поставить А вот Ты понимаешь, это не мой формат, я не могу поставить Ой, ну что, не надо мне твой формат Меня это не интересует Это кому-то другому говори Короче, когда? Со следующего понедельника есть возможность тебя поставить? Он говорит, Юра, да не могу я поставить Слушай, я тебя не спрашиваю, можешь или не можешь Я спрашиваю, когда поставить? Пусть и не сразу, но песня попала в радиоэфир А уже на следующий день это «Ла-ла» и «Навсегда» Хором пели на всех дискотеках Улетели навсегда Однажды ты проснешься и поймешь Что все на свете за любовь отдашь ты И никуда от счастья не уйдешь Однажды Однажды И никуда от счастья не уйдешь Однажды Однажды Ты влюбишься однажды и навек И остальное станет так неважно Ведь счастье все равно находит всех Однажды 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 Ведь счастье все равно находит всех Однажды 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 ты проснёшься И поймёшь, что всё на свете за любовь отдашь ты И никуда от счастья не уйдёшь Однажды, однажды И никуда от счастья не уйдёшь Однажды, однажды И никуда от счастья не уйдёшь Однажды, однажды И никуда от счастья не уйдёшь Однажды Однажды, однажды Однажды, однажды Думали, он улетел навсегда А он взял и вернулся В ночном клубе у исполнителя на букву Н Сольный концерт Для него это настоящее событие Первый альбом за 10 лет тишины Под крылом Азиншписа Он тоже когда-то выпускал и альбомы, и клипы Тот не отказывал ему ни в чём И даже когда Никита решил снять совсем откровенный клип Продюсер просил об одном Только без фанатизма Сказал, ну окей, говорит, Никитоз, вы снимаете Но ради бога, только без порнухи Мы такие, да, всё будет очень Вообще не будет порнухи Всё будет очень классно Вот давай Сильней Когда он увидел, очень там контракт не хватило Боже мой, что вы наснимали, это же порно У Азиншписа не было слов Такое не то, что детям, взрослым смотреть нельзя И оказался прав Клип запретили Шумиху, которая началась вокруг его имени Никита принял за успех Тогда и решил, если он всё может сам Зачем ему какой-то там продюсер Потерпи, у тебя всё будет хорошо Да я уйду И он спел Улетели навсегда Улетели Кто-то не знает, где пропадал Никита Все эти 10 лет Поговаривают, творческий союз Продюсера и звезды Распался ещё по одной причине Никита нарушил сухой закон А у шпица с этим всегда было строго В моём случае всё было проще Мне нужен был отдых Мне нужен был перерыв Я его взял Тогда, когда мне Мой разум подсказал Что, алё, там, Никита, тебе есть Что рассказать теперь сегодня Я возвращаюсь Это «я возвращаюсь» Хотя бы раз говорил каждый из бывших продюсера Вот только попасть назад в хит-парады Пока не удалось никому То ли время другое, то ли песни не те То ли всё дело в том, что рядом нет железного азиншписа Он мог спокойно позвонить в 4 часа ночи Сказать, что делаешь? Я там говорю, делаю аранжировку Позвонить в 8 утра, когда я засыпал просто на клавиатуре Перед компьютером И спросить, ну что, доделал? Ну-ка поставь, поставь, давай, поставь, поставь Вот, и приходилось ставить Вот, и он говорит Ну, хорошо, хорошо Так, давай, собирайся, запиши мне на диск Давай, привези, да, я послушаю А то по телефону плохо слышно Почему он не спит? Почему так много работает? Почему почти не ест и совершенно не пьёт? Артисты терялись в догадках Пока однажды не услышали ответ в его интервью Оказалось, их продюсер совсем не железный Я очень увлечённо работаю Это помогает мне Как бы Перенести Те проблемы, которые у меня существуют с моим здоровьем Проблемы со здоровьем на деле оказались бедой Ещё в тюрьме Азеншпиц так подорвал организм, что всю оставшуюся жизнь работал на одни таблетки Ну, это невозможно было наблюдать У него было, у него вот эти 45 таблеток ежеутренние Днём какие-то, понимаете? Какие-то были коклизмы Какие-то целые дни состоялся какие-то процедуры Он не хотел, чтобы артисты видели его немощным и больным Но однажды на гастролях в Сочи это всё-таки случилось То, что мне сказали врачи, это страшно Но они сказали, что у него нет ни одного живого органа здорового Ни одного здорового внутреннего органа И то, что он сидит на таких уколах Которые просто лишают его боли Это был его первый инфаркт Тогда врачи предупредили Приступ может повториться в любой момент И медицина будет бессильна Но уходить на покой Азеншпис не хотел и не мог Ведь у него был новый проект Динамит Горбатые они, кривые Вот, глухие Простые, скромные ребята Я вижу, как на них реагируют девочки Зудин, Дуров, Нерушенко Три голоса, три характера, три типажа Этот бойс-бенд продюсер задумал на любой вкус и цвет От таких непохожих парней уж точно будут визжать все девчонки Альбом записали за пару недель А потом долго думали, как назвать группу Так, будет называться группа Монолит Нет, какой вы Монолит? Вы все ругаетесь, постоянно ссоритесь Деретесь Что ж такого вам назвать? Ладно, Динамит пускай будет Проблемы у Динамита начнутся в 2003-м Из группы уйдет Леонид Нерушенко Официальная версия вырос из коротких штанишек попсы Неофициально – звездная болезнь Он мог легко опоздать на концерт Или совсем не прийти на важную съемку Спустя два года Леонид Нерушенко погиб Разбился на мотоцикле Случайность или совпадение Но через две недели в больницу с сердечным приступом Попал Азиншпис Конечно переживал Он был человек, который жил сердцем все-таки Здесь, на Новопесчаной улице, где жил продюсер Динамиты собирались перед выездом на гастроли Место встречи и сегодня изменить нельзя До сих пор мы собираемся здесь За нами приезжает автобус наш И, в общем, везет нас в аэропорт всех А в студии Зудина и сейчас висит лучший стимул к работе Портрет их нежелезного шмельча Наверное, он как-то меня, что ли, держит в тонусе Так, и говорит, так, работай, работай Постоянно его Так, ну что, что нового? Что нового? Что написал нового? Снова мысли о тебе Вовремя не понял я Что ты значишь для меня Упустил, не уберег Буду для меня урок Видно, так уж суждено Но знаю лишь одно Я не забуду никогда Твои глаза, твою улыбку Я пронесу через года Свою вину, свою ошибку Я не забуду никогда Эту любовь и это чудо Я пронесу через года Я не забуду Время медленно идёт Но оно растопит лёд Нет у нас судьбы другой Этот мир для нас с тобой Говорили мне друзья Только их не слушал я Береги любовь свою Я тебе пою Я не забуду никогда Твои глаза, твою улыбку Я пронесу через года Свою вину, свою ошибку Я не забуду никогда Эту любовь и это чудо Я пронесу через года Я не забуду Я не забуду Я не забуду никогда Твои глаза, твою улыбку Я пронесу через года Свою вину, свою ошибку Я не забуду никогда Эту любовь и это чудо Я пронесу через года Я не забуду Я не забуду Я не забуду Я не сомневаюсь. Это Дима Билан, а это вот какая-то девочка. Лето 2002-го, Юрмала. Тогда Эйзеншпис впервые вывез Диму Билана на конкурс «Новая волна». Со всеми артистами бы хотелось потягаться, если честно. Во всех вообще смыслах, отношениях, ракурсах. Хотелось бы создать какой-то резонанс. Редкий случай, когда продюсер охотно раздает интервью и позирует перед телекамерами. Знаете, я только что прилетел из Лондона, и у меня сейчас появилось очень много модных вещей. Я закупил достаточно много одежды, в том числе и для своих артистов, целый багаж. Те, кто еще с ним не знаком, удивлены. Совсем не таким они представляли себе железного Азеншписа. Остальные сразу заметили. А Шмилич-то совсем сдал. Я уже третий день в Юрмуле. Здесь очень весело и очень хорошо. И главное, что такой теплый прием. Я себя чувствую очень прекрасным. Он снова станет хвататься за сердце сразу же после конкурса. Билан получит только четвертое место. Для Азеншписа это полный провал. Он заплакал. Этот старый человек заплакал. Я испорчу Билану судьбу. Из-за моего характера. Продюсер, как чувствовал, ему осталось немного. И больше всего он боялся бросить на полпути Билана. Проект, в который он вкладывал все. И деньги, и время, и последние силы. Конечно, ревность была. Было обидно. Почему я приношу одну песню за другой? Мы записываем по 20 песен, грубо говоря, за три месяца. А нам не снимают ни клипов. Нету какого-то продвижения, скажем так. Осенью 2005-го в больнице он бывал чаще, чем дома. Дима. Врачи настаивали на операции, но не скрывали. Шансов на то, чтобы выжить 50 на 50. От операции Азеншпис отказался. Он не мог рисковать. Мало того, что готовил Билана на Евровидении, еще и это первая долгожданная номинация на премию МТВ. На ней Дима действительно станет певцом года. Но уже без него. Дима Билан! Вы знаете, мне очень и очень сложно говорить. Но я все-таки наберусь силы и скажу. Голос дрожит, слезы душит. Он еще долго не сможет простить себя, что послушал тогда Азеншписа. Не приехал, не навестил. И то, что у него его больше нет, узнал один из последних. И спасибо большое Юрию Азеншпису, который сейчас... Который сейчас все это видит наверняка. Он говорит спасибо. Юрий Шмилич, мы вас любим! После награждения он отыграет концерт на Васильевском спуске и пропадет. Гастроли Билана по всей стране будут сорваны. Когда умер Азеншпис, у нас было очень тяжелое положение у группы. Безденежье до нуля. Мало того, до нуля мы еще должны были отрабатывать концерты, за которые деньги были уже получены. Музыканты из «Динамита» тогда отработали все концерты. Билан, сославшись на траур, их отменил. Вскоре в ближнем кругу Азеншписа Билана назовут неблагодарным. Билан неблагодарный? А это очень интересная такая история. Это была его бывшая супруга, которая была, по-моему, уже замуж за другим человеком. И все начали выставлять какие-то обязательства, которые я совершенно не обязан никому, не обязан ни единому человеку, кроме этого человека. Тогда о нем не писал только ленивый. Еще и 40 дней не прошло, а он уже ведет переговоры на стороне. Не было ни квартиры, ни машины. Машина была, ее Ковригина отобрала. Понимаете, о чем я говорю? То есть человек-звезда, а в то же время какая звезда? У него ничего нет, ни копейки с душой. И только спустя какое-то время выяснится, Азеншпис давно готовил себе замену. Давно мы планировали еще в больнице сидя, встречались и с Виктором Николаевичем Батурином, и с Яной. И вот сидели троем, разговаривали о дальнейшем совместном сотрудничестве. На похоронах таким составом они в последний раз были вместе. Елена Ковригина с сыном Дима Билан с Яной Рудковской. Через несколько недель певец объявил, из семейного бизнеса Азеншписов он уходит в бизнес Батуриных. Это был нож в спину. Мы не ожидали. Вернее, я думала об этом, естественно. Но я не думала, что это произойдет так быстро. Она решила, что Билана можно передать по наследству. И не кому-то, а еще жене, гражданской жене, которая не имеет никаких правовых отношений с ее бывшим супругой. Скоро появится судебный иск. Елена Ковригина требовала отобрать у Димы Билана все, что дал ему Азеншпис. Песни, имидж и даже имя. Умер продюсер. Десять лет Дима Билан все равно не имеет права пользоваться именем Димы Билан и произведениями, созданными под этим именем. Три года Рудковская и Билан мотались по судам. В 2008-м спор разрешился в пользу Билана. Ковригина, я так понимаю, хотела чёса. Хотела чёса, то есть взять готовую звезду, ничего не вкладывать, чтобы Дима ездил по всяким концертам. Ну, то же самое, что произошло с группой «Динамит». Что случилось с группой «Динамит», которая пошла к Елене Ковригиной? И хоть карьера Димы была спасена, о блудном сыне Азеншписа еще долго ходили слухи. Кажется, он и на могиле продюсера никогда не был. На Домодедовском кладбище он появился в 6 утра по дороге на очередные гастроли. Привычно свернул к знакомой ограде. Продюсеру номер один от звезды «Намбру Ван» скорбный букет-гвоздик. «Я, вы знаете, не очень хочу разговаривать. Я приехал, но я не считаю, что здесь нужно болтать». Так было и в 2006-м, после второго места на Евровидении, и в 2008-м, когда Билан все-таки победил. «Я сюда приезжал, когда альбом выпускал, приносил альбом свой после, так скажем, его смерти. Ну, потом еще он привозил альбом. То есть, как бы делился тем, что я сделал вот без него». Он еще ниже надвинет кепку, закутается в капюшон. Почему-то именно здесь, вдали от тусовки визжащих фанаток, ему особенно неуютно. Продюсер номер один сделал его звездой, но так и не успел раскрыть главный секрет – как удержаться и не сгореть в лучах этой славы. Вот и спрятался дим, вот и вечер затих, забрав с мечты тепло. Кто любовь сохранил, если сердце молчит, и значит все прошло. Вдаль, унесенное ветром чувство, останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Замирая вдали, уплывает мотив любви на белых островах. Знаешь, наша мечта – этот сон для твоих. Теперь лишь грусть в твоих глазах. Вдаль, унесенное ветром чувство, останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Вдаль, унесенное ветром чувство, останется где-то. На берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба.